Громкий и такой пронзительный лай слышен за пределами участка по отлову и содержанию безнадзорных животных. Собаки и щенки как будто пытаются привлечь к себе внимание. В вольере у самого входа среднеазиатская овчарка Алабай. Сильный, породистый, красивый и крупный пес. Казалось бы, собака для жизни, верный друг, защитник человека. Так все и было. Потом хозяину внезапно пришлось уехать из города, и пес в одночасье стал бездомным. Жалостливое и унылое скуление сменяется яростным лаем. Поведение овчарки объяснимо. За свою жизнь она впервые ощутила горечь предательства. Сейчас животных стало меньше в последнее время. Сегодня на данный момент 106 собак взрослых, 56 щенков и 20 котов. В последнее время меньше приносят, больше забирают. Даже в холода они не жмутся у теплых батарей, как будто всегда на посту. Караулят с жалостными глазами своих потенциальных хозяев. С кем-то из них просто поиграли и подло вышвырнули на улицу, как ненужный мусор. А у кого-то и вовсе никогда не было хозяина. Одних животных привезла служба отлова, других – так называемые добрые люди. Питомцы приюта разные, но одинаково хотят одного – чтобы появился любимый хозяин, которому они будут служить верно и преданно. А пока вместо исполнения мечты – волонтерская забота. Участок – излюбленное место добровольцев. К примеру, на этот раз помощь животным оказали сотрудники Беларусьбанка и учащиеся средней школы номер 15. Мы принимаем уже второй год участия в таких акциях. На школе сложилась традиция проводить акции помощи бездомным животным. Уже третий год мы собираем корм, необходимые другие вещи. И в этом году акция приурочена Всемирному дню кошек, но без нашего внимания не остались и собаки. Почему ты этим занимаешься? Потому что хочется помочь всем, хочется забрать каждого домой, но, к сожалению, такого возможности нет. В нашей школе номер 15 проходила акция помощи животным, которая принимала участие как ученики, так и их родители и учителя. И за это наша школа выражает им огромную благодарность. Волонтерская деятельность, по-моему, это благородное дело. И хоть каждый человек должен в жизни хотя бы кому-то помогать, потому что добро тебе вернется. Сухой корм, консервы, каши, наполнитель, миски, ветошь, домик. Подарки, которые привезли для питомцев неравнодушные горожане, незатейливые, но очень необходимые. Отдавая свои силы, заботу и средства, волонтеры не только помогают участку и животным, но и стараются расширить круг неравнодушных брещан, привлекая в свои ряды новых помощников. И кажется, у них это получается. Брещане от проблемы этой не уходят, пытаются всячески помочь. Например, взрослые сразу с раннего детства учат детей к любви, к милосердию, к животным, к помощи животным. Провели такую акцию. Ну и также именно юридические лица, к примеру, Беларусьбанк, который тоже не ушел от проблемы, провели у себя акцию и помогают животным. Все дети с радостью принимают участие в таких акциях. Я считаю, что участвуя в акциях, они становятся более добрыми, более ответственными. Я надеюсь, что в следующий раз ребята придут не только, чтобы принести корм и пообщаться с животными, но и подарят дом одному из них.